Привет всем! Меня зовут Галина. Добро пожаловать на канал Languages from Canada. Сегодня мы пойдем изучать фрукты и овощи в магазине. Приехала к магазину. Магазин называется Farm Boy. Давайте зайдем внутрь. Вот сразу возле входа обычно товары, которые рекламируются. Например, Roca Pears. Груши португальские. Черри. Пайнэпплс. Строуберис и Блэкберис. Блэкберис продаются по 6 унций. Это 170 грамм. Строуберис обычно продаются по паунду. Блэкберис. Черника. Блэкберис. Пишечка. Черника. Разберис. Болденберис. Блэкберис. Еще одна клубника. Другой органик, например. Еще называется Строуберри Гринхаус. То есть выращена в цеплице. Сейчас сезон персимон вот эти например из испании продаются байкейс кейс это коробка коробкой продаются байкейс вот еще по паунде клементайн тоже байкейс продается иногда продается в сетке в основном сейчас сезон и все продается байкейс еще у нас здесь очень много выбор продукции вот оранжи с лемонс в пакете lime bagged lime можно купить поштучно но всегда удобнее и выгоднее по сумку по пакету еще один вид и яблок apples product of canada канадские иногда продаются вот таких пакетиков здесь три паунда honeydew melons cantaloupes cantaloupes watermelons seedless иногда бывает seeds но не так часто полу целый вот она некоторых магазинах режут и подают половине personal watermelons personal имеется ввиду скорее всего на человека то есть поменьше размером на самом деле конечно не обязательно то есть поменьше размером на самом деле это ульфа мангауз а то ульфа мангауз ладж оба кеду сумма мандаринс вот такие интересные chocolate oranges честно говоря первый раз вижу что-то за chocolate oranges надо купить попробовать apple fuji honeycrisp apples honeycrisp apples that's Canadian product royal gala это самые частые ambrosia apples in bags like three pound bags так сейчас пошли и овощи вот например cocktail tomatoes ok они такого среднего размера коктейльные томаты идут по 16 мунде 16 ounces или 1 pound 454 граммс 454 граммс ромейн хардс салат это более хрустящий здесь на уцененная продукция она у них это скоро испортится поэтому они ее выставили такие лайм упаковки немножко уже подгулявшие пивы packages упаковки вот такой бывают поштучно но чаще всего упаковки organic bartlett pears bosque pears выбор груш organic bagged lemons cantaloupe бананы как обычно bananas again sweet pink grapefruits tangerines cara-cara oranges немножко они отличаются конечно вот эти limes mayor bags limes наши любимые они сладкие очень классные again by limes by piece поштучно by piece поштучно large lemons тоже поштучно by piece and clementines by pound or kilogram на pound на pound или килограмм всегда идет этикетка стоит сколько килограмм стоит и вот здесь интересная секция экзотик coconuts logan nuts star fruit fashion fruit dragon fruit quince честно даже не знаю как читается наверное quince гранадилья я читаю гранадилья гранадилья просто по-французски гранадилья и гранадилья и гранадилья гранадилья может быть это longan nuts guavas не могу сказать что я фанат black fig packages черные фиги в упаковке мексико мекторинс пичис но мы обычно ждем нектарины и персики с ниагарой летом вот папайя папайя часто бывает разрезанная тогда уже знаешь какая она зрелая или незрелая здесь полкило в этой упаковке или можно by piece тогда уже будет дороже хотя нет дешевле одинаковая цена что разрезаны что пламс black пламс киви из греции даже хорошая цена black grapes черный виноград green grapes red grapes а вот подошла к root vegetables то есть корни плоды sweet onions сладкий white onions red onions yellow spanish onions ginger roots garlic garlic а вот garlic braids то есть котичку такое запретено это у нас поменьше обычно такой garlic china производится это тоже china в токару я полностью взял я Если вы хотите поставить на гриль, если вы хотите поставить на гриль. White sweet potatoes. Stokes sweet potatoes. Benyagi purple sweet potatoes. Никогда не пробовала. And Japanese sweet potatoes. Excuse me. Which ones are Benyagi purple sweet potatoes? Or Japanese sweet potatoes? Because they look the same to me. This one is Stokes sweet potatoes. What about this and this? Do you know which ones are which? So Japanese or Benyagi? I can see it says Benyagi. These ones are Benyagi sweet potatoes. And these ones don't have tags. They look a little bit different, right? Maybe those are Japanese. Yes, different. Okay, maybe yes. They separated. The color is a little different. Okay, thank you. That's okay. So tomatoes, packaged. And crisp cauliflower with cauliflower. В таких головках продается. Опять продукция, которая на скидке. Eggplant. Chinese eggplant. I think this one's no. That's not Chinese. Chinese eggplant. Это такая фиолетовая длинная. Мы их всегда берем. Эту мы не покупаем. Это у нас zucchini. Gray zucchini. Это green zucchini. Baby carrots. Просто на развес. Brussels sprouts. Baby earloom carrots. То есть такая вот морковка разноцветная. Parsnip bags. Parsnip bags. Не помню перевод parsnip. Помогите, если помните. Beets. Turnips. They say wash turnips. Помытая turnip. Green cabbage. Red cabbage. Flat cabbage. В некоторых магазинах это называется Korean cabbage. Мы вот такую всегда покупаем. Она мягкая. Сочная. Иногда бывает она большая, а внутри она полая и легкий. Может быть. Savoy cabbage. Но нету. Savoy cabbage это кучерявые такие листья. Нету у них. Но вот это наша любимая. Flat cabbage. Spaghetti scotch. Вот такой спагетти scotch. Напишите, если вы хотите увидеть, как его готовить. Если вы не пробовали. Я люблю в духовке такое делать. И я могу снять видео. Pepper scotch. Это acorn scotch. Это не pepper scotch. Это acorn. Мы тоже готовили, но нам не очень. Он оранжевый внутри. Более твердый. Вот. Наш любимый. Это баттон от scotch. Суп очень вкусно. С беконом. Ну и маленькие pearl onions. Маленький лучок. Пакетиков маленьких. Это очень большой магазин. Здесь огромный выбор овощей и фруктов. Поэтому я сюда пришла. Еще следующее. Это... Не забудьте поставить лайк, если вам нравится видео. И пишите комментарии. Fresh green beans. Зеленые beans. Yellow beans. French beans. French beans. French beans немножко отличаются от green beans. Если посмотрите, они более темные и более ровные. И я думаю, по-моему, они более сочные внутри. Более crunchy. Можно их быстро пожарить, а они будут crunchy. Marocco. Это те хорошие. Возьму. Ginger и garlic. Можно пожарить. И сою и соус. Тут очень вкусно. Sugar snap peas. Такие вот. Очень популярные в Chinese food. Snow peas. Окей. Sugar snap. Это вот такие. Они более толстенькие. Sugar snap. А вот это snow peas. Они более плоские. Окей. Больше их готовят в китайской еде. Snow peas. По-французски они называются. Poimang stew. Это значит горох, который можно весь есть. То есть и в дуке ешь, и снаружи. Эти, скорее всего, надо чистить. Hot peppers. Очень огромный выбор hot peppers. Like long hot, scotch bonnet, yellow hot. Не разбираюсь, что из них более острое. Есть green pie, red pie. Мне кажется, вот эти маленькие красные более сильная, более сильная острота. Finger hot green. Если вы разбираетесь, напишите. Будет интересно узнать по плану. Такие вот большие. Темно-темно прям. Зелья он и такой очень насыщенный. Anaheim. Еще такой вот. И yellow hot. Они там уже были с другой стороны. Потом mini peppers. Вот мы такие любим. Очень удобно. Потом вот такие shushito peppers. Все, я вспомнила. Мы такие ели в Испании. Их жарят на гриле. Никогда не знала, что здесь продаются. Вот не видела. Shushito. Очень интересные. Очень прикольно. Их просто поджаривают быстренько на гриле. И крупной солью, как спают. Bunnell peppers. Честно, не знаю разницу между ними. Yalapina hot peppers. Окей. Это просто green bell peppers. Сладкий peppers будет bell peppers. Or sweet peppers. Вот такой вот. Bell bell peppers. Опять помидорчики. Grape tomatoes. Cat grass. Травка для котиков. Organic living basil. Вот очень стали много продавать. Living greens. Они у тебя стоят на окошке или где-то. И поливаешь их. И пользуешься. Окей. It's medley. То есть смесь. Grape tomatoes. В смеси маленькие. Это vine tomatoes. On the vine. То есть на палочке. Vine. Это палочка. То есть виноград, допустим, on the vine. Это тоже на палочке. Виноградные глаза. Это vine называется. И помидорчики на такую палочку. Вот. Tomatilio. Fresh basil. Вот часто возле помидорчиков лежит свежая моцарелла. Это даже еще и написано, что она pre-sliced. То есть она уже порезана. И просто покупаешь помидорчики, моцарелла. Базилик. Базилик. Свежий базилик. И поливаешь бальзамик. Лучше, когда он густой. Mini cucumbers. Tomato hot house red. То есть выращенные в цепице. Они всегда вот такие огромные. Мини cucumbers. Again grape tomatoes. Heirloom tomatoes. Где у нас heirloom? Heirloom это значит помидоры, которые не гибридные. И если, допустим, собрать семена, можно самому вырастить. Heirloom tomatoes. Вот они такие очень красивые, кстати. Очень симпатичные. Не уверена, если я соберу семена, могу ли я вырастить эти помидоры дома. Потому что они, наверное, были зеленые. А их привезли уже. Они дозревали где-то в этом. Очень красивые помидоры. Вот этот похож на черный принц. Heirloom tomatoes в Мексике выращенные. А вот такие вот. Желтые красивые вообще. Очень. Этикетка прилепила сегодня. Тоже все из Мексики. Product of Canada. Но почему-то написано это Canada, а некоторые написано Мексика. Перемешали. Seedless cucumbers. Это English cucumbers их называют. Но здесь называют seedless. Без семян. В принципе они это. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь, если вам понравилось видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.